Здравствуйте! В эфире же недели новости Смоленской АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Приятно проводить время на улицах города, наводить чистотой и порядок. Экологический субботник в городе Атомщика в Десногорске. Не могу отделаться от ощущения, что мы чем-то похожи. Центральный банк и атомная станция. Представители Центрального банка Российской Федерации убедились в безопасности Смоленской АЭС. Одно дело сидеть за партой и читать строчки сухие учебника, а другое дело послушать рассказ таких специалистов, которые четко, доходчиво все хорошо рассказали. Всероссийская акция «Неделя без турникетов». Все, что мы планировали на сегодняшний матч, у нас в принципе удалось. Вопросов нет ни к одному из игроков, ни в принципе к выбранным комбинациям. Первенство Центрального федерального округа по баскетболу. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 26 энергоблоков, 9 энергоблоков в ремонте. Выработка 160 миллиардов 129 миллионов киловатт-часов. Общая мощность 22 тысячи 380 мегаватт. Выполнение планов АЭС 102%. О техническом состоянии станции сообщил главный инженер предприятия. В работе два энергоблока, первый и второй, суммарная нагрузка 2076 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Третий блок находится в среднем ремонте с ЧЗТК и ПСЭ, 145-е сутки ремонта. Выработка электроэнергии за 22 дня октября составила более 1 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 36 миллионов. С начала года выработано 15,4 миллиарда киловатт-часов, сверх плана 473 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск-АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В Десногорске состоялся традиционный общегородской субботник. В нем приняли участие трудовые коллективы Смоленск-АЭС, представители ветеранской и молодежной общественных организаций, предприятий и учреждений города. Более 700 человек трудились, чтобы сделать его еще более красивым и ухоженным. Экологические субботники, которые стали уже доброй традицией в этом граде – яркий пример бережного отношения десногорцев к природе, забота о любимом городе. Десногорцы всегда с удовольствием принимают участие в общегородских субботниках, ведь это приносит не только благо для города, но и объединяет жителей. Очень приятно, когда хорошая погода, веселый коллектив, дружный. Приятно проводить время на улицах города, наводить чистотой и порядок. Дело полезное, эмоции переполняют, хороший прекрасный день, помогаем коммунальщикам, делаем доброе дело, ну и труд всегда приятен на благо нашего города. Очень хорошо, хороший день, очень прекрасная погода, так хорошо поработает на свежем воздухе. Мы наш город любим, прекрасный город, пообщаться с людьми, с хорошими, с друзьями, со знакомыми. И почаще были такие субботники. Делегация Центрального банка Российской Федерации с экскурсией посетила Смоленскую АЭС. Визит состоялся в рамках недели финансовой грамотности, проводимой Смоленским отделением Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу в нашем регионе. В мероприятии приняли участие представители Центрального банка из Москвы, Тулы, Орла, Липецка, Ярославля, Калуги и Смоленска. Впечатления абсолютно грандиозные. И, знаете, вот не могу отделаться от ощущения, что мы чем-то похожи. Центральный банк и атомная станция. Почему? Потому что степень ответственности за дело колоссальная. У нас за финансы страны, здесь за безопасность страны, за ее энергетику, за наше будущее энергетическое, за наше энергетическое настоящее. И в этом смысле ощущаешь себя, знаете, как космонавт. Потому что приходишь сюда, здесь настолько все необычно, интересно. И большая благодарность тем, кто придумал экскурсии здесь проводить. Почему? Потому что огромное количество страхов, огромное количество разного рода подозрений. И когда ты видишь, насколько здесь все организовано, насколько здесь абсолютно все четко происходит. То понимаешь, что вот эти люди, которые здесь работают, делают огромное, великое дело. Гости прошли по традиционному маршруту. Машинный зал, помещение главных циркуляционных насосов, реакторный зал. Ознакомились с работой основного оборудования, пообщались со специалистами атомной станции. В современном технологическом обществе мы все зависим прежде всего от энергетики. Не будет электричества, не будет света, не будут работать примитивные наши компьютеры. И мы не сможем обработать те данные, которые от вас получили. Естественно, перестанут работать банкоматы, перестанут принимать платежи по банковским картам, всевозможные терминалы в магазинах. По мнению пресс-секретаря Калужского отделения Банка России Кристины Федичкиной, атомная отрасль и ее часть Смоленская АЭС – это базис для развития других отраслей. Атомная отрасль и вот такого рода предприятия, они как базис для развития других отраслей. Потому что тот спектр продукции, который производится именно здесь, именно вот в этой отрасли, он используется во многих других наших основополагающих производствах, предприятиях. И это позволяет нашей экономике расти. Более 70 школьников Десногорска узнали о том, как устроенная работает Смоленская АЭС. Они посетили информационный центр атомной станции, побывали в интерактивном демонстрационном зале и на тренажере блочного счета управления в учебно-тренировочном подразделении Смоленская АЭС. Для разных возрастных групп был выбран особый формат экскурсии. Ученики средних классов совершили виртуальное путешествие в мир атомной энергетики, узнали о работе атомных станций России, побывали на импровизированном плато реактора, где они сделали фото. В онлайн-режиме изучили радиационную обстановку вблизи Десногорска. Полученные знания проверили в викторине «Собери атомный реактор». Хотел бы побывать на атомной станции. Зачем? Ну, видеть, как там устроено все. Атомная станция – это экологическая станция, которая ничего в воздух не выбрасывает. Старшие школьники более детально ознакомились с процессом выработки электроэнергии, побывав на тренажере блочного щита управления. Специалисты показали ребятам, как происходит управление реактором и турбиной. Те, в свою очередь, попробовали себя в роли операторов. Особый интерес у молодежи вызвал рассказ о модернизации энергоблоков АЭС и использовании современных систем безопасности. Больше всего мне нравится то, что здесь не только сухая теория, а то, что можно практически принять участие в управлении станцией. Это довольно перспективно, но и что это должно развиваться, потому что в современном мире без этого никуда. Из того, что у нас работают такие профессионалы, то, что на станции есть такая хорошая защита, мы можем жить спокойно в городе Десногорске. По словам учителя математики школы номер 4 «Любови и прищепы», всем, кто живет в городе атомщиком, важно знать, как работает Смоленск АЭС. Особенно это актуально для школьников, которым предстоит выбирать профессию. Получить знания напрямую, в частности, я считаю, что по физике, это замечательный урок был, тот, который мы сегодня получили, дети наши. Одно дело сидеть за партой и читать строчки сухие учебника, а другое дело послушать рассказ таких специалистов, которые четко, доходчиво все хорошо рассказали. С начала года в информационном центре Смоленск АЭС и на действующем производстве с экскурсиями побывали более 900 школьников и студентов. Команда Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Смоленск АЭС дебютировала в первенстве Центрального федерального округа среди мужских команд по баскетболу. На протяжении двух дней они сражались с командой из Курчатова. В первый день у наших ребят все складывалось не слишком удачно. Игра была вязкая, а судьи допускали контактный баскетбол. Смоляне фалили, соперник же не упускал возможность пробить штрафной и заработать очки. Несмотря на это, хозяева паркета проявили характер и упорство, собрались с силами и все-таки вырвали победу. Встреча закончилась со счетом 86-73 в пользу САЭС. За нашу команду пришли поболеть и малыши из детского сада «Лесная сказка». Многие принесли с собой рисунки на тему баскетбола. За свое творчество они получили подарки от организаторов турнира. Пускай смотрят, может потом увлекется, сам будет ходить, играть, кружок. Да? Второй день для десногорцев был более удачным, но и более напряженным. Сказывались ответственность и важность игры. Это давило на обе команды. Наверное, именно поэтому в первые десяти минутки нарушения сыпались, как из рога изобилия с обеих сторон. А четверть закончилась в ничью 20-20. На протяжении всей встречи наши баскетболисты демонстрировали великолепные пасы, перехваты, подборы и владение мячом. А вот с реализацией бросков дело обстояло куда хуже. Кольцо соперника периодически было словно заколдовано. Мяч упорно не хотел в него залетать. Первый статус ФО играет с другими мячами. Молтон, если вы обратили внимание, с желтыми полосочками. И у него совершенно другой отсток, у него совершенно другое ощущение покрытия. И многие из нас впервые с ним встретились здесь. И есть очевидные проблемы. У нас там порядка 18% средние и дальние броски за матч. Но это совершенно не наш уровень. Невзирая на проблемы, результат второго соревновательного дня 99-57 снова в пользу хозяев. В составе нашей команды играли не только десногорцы. К победе приложили руку и легионеры. Ребят давно я как бы знаю. Ну да, так как бы против друга в основном мы играем. Ну поэтому знаем в принципе кто на что способен. Поэтому влиться в принципе не так тяжело это все. Тренер нашей команды Евгений Томиловский остался доволен игрой своих подопечных. Команда потихонечку сформируется. Многих не видел. У нас еще должен присоединиться Войтов Алексей. Еще наши ребята не все были. Филин Александр. Но думаю, что если мы всех соберем, то не стыдно ехать. И думаю, нам по плечу большие результаты. Хотя курчатовцы и потерпели поражение, они не потеряли боевой настрой. У нас так получилось, что не все смогли приехать. Полкоманды здесь. Ну думаю, что ребятам тоже было интересно. Дали бой. Как смогли. Игры плей-офф начнутся в апреле следующего года. До этого на предварительном этапе ребятам предстоит провести ряд встреч. Всего в первой лиге участвуют семь команд. Это Тула, Курск, Ярославль, Тверь, Брянск, Курчатов и Десногорск. Игры проходят в два круга. То есть впереди еще одна встреча с Курчатовым. Затем пять лучших будут бороться с тремя командами Московской области за попадание в финал четырех. Проведение игр на Десногорской земле и уровень нашей команды были высоко оценены наблюдателями и гостями матча. Красивый город. Площадка соответствует всем требованиям регламента. Место проживания замечательно. Радует то, что в таком, будем говорить, маленьком городке довольно-таки очень серьезная команда, которая представляет российскую школу баскетбола. Ну и естественно, что может быть кто-нибудь когда-нибудь попадет, будет защищать цвета российской сборной на разных уровнях. Следующую игру смоляне проведут на выезде в Курске 3-4 ноября. А 18-18 состоится домашняя встреча с командой города Тула. Уважаемые десногорцы и гости города, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе. 26 октября в холле второго этажа здания реабилитационно-оздоровительного и досугового центра пройдет открытый турнир «Смоленск-АЭС» на Токиада-2018. Начало турнира 18.00. Регистрация до 25 октября. Заявки принимаются по телефону 8 910 784 60 90. 27 октября в 10.00 стартует веломарафон «Смоленск-АЭС» 150 км за 24 часа. Он пройдет по маршруту от физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» до Святого Источника. Сбор участников в 9.00 у физкультурно-оздоровительного комплекса. Регистрация до 26 октября по телефону 8 910 713 81 10. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск-АЭС». С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «САЭС» на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе «Смоленск-АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok